В этот осенний призыв на службу в армию призывают граждан от 83-го до 92-го годов рождения. За период с 1 октября по 31 декабря на службу в вооруженных силах Российской Федерации планируется призвать порядка 100 человек, сообщил начальник отдела военного комиссариата Свердловской области Руслан Гребзянович Хаюмов. Призыв на военную службу проходит поэтапно. Сначала призывник проходит медицинское обследование, а после профессионально-психологический отбор. Здоровье у нас призывников, я скажу, желает быть лучшим, быть лучшим, оно не улучшается, оно в каких-то показателях даже ухудшается. Это основные показатели, это психические расстройства, много очень, и каждый раз это увеличивается. Заболевания костно-мышечной системы, желудочного тракта, в общем, те заболевания, по которым мы в большинстве случаев принимаем решение об освобождении от призыва на военную службу. От 30 до 40 процентов призывников освобождаются от несения военной службы по состоянию здоровья, отмечает Руслан Гребзянович. Результаты медицинской комиссии после профилактических осмотров будущих призывников в возрасте до 17 лет иногда удивляют родителей юношей. Некоторые просто в период прохождения комиссии удивляются количеством, так сказать, заболеваний, которые мы находим у их детей. То есть, в принципе, это, так сказать, родители должны в первую очередь быть заинтересованы в том, что их ребенок был здоровым. То есть, необходимо проходить до 17 лет все плановую диспансеризацию, профилактические осмотры. Приказом Министерства обороны установлены нормы стопроцентного вещевого и продовольственного довольствия, банно-прачечное обеспечение и не только. Сейчас вот получили комплекты сим-карт для призывников и их родителей для того, чтобы они общались в период службы между собой. То есть, мы каждому призывнику будем давать сим-карту и будем выдавать родителям сим-карту о том, чтобы у них чинить службу, были связаны с друг другом, сообщали друг другу какие-то проблемы. Соответственно, мы также будем знать, как служит этот призывник, и родители будут в курсе той службы, где он проходит. Отношение к службе в армии у каждого свое, говорит начальник отдела военного комиссариата города Полевского. Уже за этот призыв к Руслану Хаюмову обратилось порядка 15 призывников с просьбой направить их на службу в первую отправку 15 октября. В основном ребята просят сослужить в элитные войска – ВДВ, разведывательные части сухопутных войск и морской флот. Екатерина Медведева, Сергей Чижов. Новости нашего города.